Добрый день. А вам что надо? Конечно. А скажите пожалуйста, вы меня связи с чем остановили? В связи с 05 номерами, правильно? Нет. А скажите пожалуйста, вы меня останавливали? Вас остановил тот сотрудник. Сотрудник, который остановил меня, должен совершить все процедуры. Пускай он подойдет. Ну, в ваших регламентах так написано, я это не придумываю. Пускай подойдет. Подойди второй. А что вам не устраивает? Мне не нравятся мелкие националисты. Вот видите 05 номера. Вот националисты мы сами надсмены такие. Вопрос не вето. Мне так показалось, но я же имею право иметь свое мнение. Правильно? Логично. А он кто будет в отношении у вас? Он командир? А ничего, что мы тут посреди дороги стоим? А вы меня почему на дорожном полотне остановили? Здесь сейчас... Нет, я остановился где указали. Перед нами машина стояла. Перед нами машина стояла на проезжей части. А это запрещено в 88 пунктах регламента. Остановка транспортных средств. Вместо где запрещено остановку, вам запрещено остановку. У нас перекрыта полоса. Ну тогда сзади меня тоже ограничили конусами, чтобы меня никто не врезался. Зовите у инспектора. Инспектор будет ограничен? Инспектор бронебойный, да? Как столб. Ну вот кто остановил, тот пусть и показывает куда ему. Понимаете, что вы знаете, что вы меня остановили, это уже является административной процедурой, правильно? Остановка транспортных средств является административной процедурой. Любая административная процедура проводится максимально короткий срок. Тот инспектор, который меня остановил, он где-то там околачивается. Проводит досмотр транспорта. Вы остановились рядом, я подошел. Что вам? Вот он сейчас проводит досмотр транспорта. Ну и что вы к нам подошли? Без составления протокола досмотра, скорее всего. Московские номера. А разницы нету? Он там другой. А процедура как называется? Осмотр. Осмотр. А где? Это акт осмотра. А это у нас составит, вы не переживаете. Составят. Не после, а это должно составляться предварительно. Акт осмотра составляется. Любой административный документ составляется предварительно, а не после того. Вдруг у него какие-то нарушения, он что будет? Встаньте давайте справа, я так понял это надолго мы тут стоять будем. Перепаркуйтесь пожалуйста. А у вас скажите пожалуйста, будет потом для нас бумага формата А4? Для чего? Ну оставлю несколько жалов. Будет бумага у вас формата А4? Мы не знаем если есть. Вы не знаете? Вы на службу заступали, вы не знаете что у тебя будет, что у тебя не будет? Скажи пожалуйста, ваш дозор записывает? В данный момент нет. Я бы вас предупредил. Значит нет, ты меня не предупреждал. Я бы вас предупредил и разу записывал. Добрый день. Инспектор ДПСН, все нормально у вас? Да конечно. Что такое? А кто останавливал-то? Почему остановил? Нет. Ваши регионы вас обязаны. Если вы меня остановили, то вы должны завершить все процедуры, связанные с данной административной процедурой. Остановка транспортных средств является административной процедурой, на которой должны быть основания, чтобы провести отношение меня к какой-то административной процедуре. Ну, основание операции курорт проводимое на территории Подождите, пожалуйста. Вот еще. Федеральный закон полиции. Это 5.7. На основании которого я не имею права ознакомиться с делами, материалами, изменяющими отношения ко мне. Вы могли бы тогда ознакомить меня с этим материалом? Так как материалы, имеющие отношения ко мне, не имеют для меня секретной информации. Есть дежурная часть? Дежурная часть. Вы понимаете? Меня дежурная часть не останавливала, и поэтому... Ну, мы же великолепно понимаем. С сотрудником полиции, я вам говорю, что на территории города Сочи проходит мероприятие. Операция курорт. Если вы не верите сотрудникам полиции, уважаемым, вы можете позвонить в дежурную часть. Я, конечно, не верю, из-за того, что вы свои служебные обязанности выполняли некорректно. Как некорректно? Как только вы меня, вот своим жезлом меня остановили, вы тут же остановили другой автамир, 777 реги... Да, ну, Московский регион там был, 797... У вас в чем проблема? Подожди, сейчас я объясню. Вы меня остановили, я стою, трачу свое время, и вы тут же другое остановили... Останавливаете и проводите процедуру... Останавливаете... 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 Попал, он представился, уважаемый. ...административную процедуру завершает тот, инспектор, который начал эту административную процедуру. Останавливание транспортным средством является административной процедурой, которая затрагивает мои гражданские права, мои гражданские интересы. Вы понимаете, что вопрос? Вам заняться нечем, уважаемый? Да, конечно, мне заняться нечем. Я по этому затишье километра поехал, просто потому что не заняться мечем. Показали документы и уехали. В чем проблема? А проблема в том, что с 23 августа 2017 года отменили закон, которым было сказано остановка транспортных следств с целью проверки документов. Такой процедуры нету. Это за подпись колокольца у вашего министра, если вы уважаете. И 106 пункт оглашает... Да, конечно, есть. При проведении спецоперации, если бы были основания полагать, что у меня что-то не так, если бы у меня были видимые административные какие-то правонарушения, конечно, были, они спорят. Еще ли он без маски? Остановка транспортного следств с целью, вот она, в 84 пункте вашего регламента сказано. Основание для остановки и существует много основания для проверки. Вы документы будете инспектором? Да, конечно, будут, как только будут озвучены законы основания для проверки магнитных документов. И скажите, пожалуйста, примите меры против этого инспектора, который остановил транспортное следствие на дорожном полотне, при наличии места, специально отведенного для остановки и проверки документов. Вот тогда, если он сам остановился, составьте на него административный документ. Остановка транспортного следств на неположенном месте. Приняйте меры. Вы можете за себя отвечать? Да, я за себя отвечаю, вы, я просто, мне не нравится, что вы не исполняете, вы от меня требуете закон, а сами законы не исполняете. Я никакого закона от вас не требую. Вас остановили, инспектор ДПР? Да. Вам представились? А почему он должен закрывать глаза на ваше нарушение? Скажите, пожалуйста, дозор записывает? Вас. Дозор записывает? Вам представились, уважаемые? Он не полностью был исполнил регламент, он не представился. Вам представился, инспектор, уважаемые? А мне этого недостаточно. Мне не было озвучено причиной и целей остановки. Почему я был ограничен, почему я был ограничен, ну тогда представьте, нет. Вы свои документы, покажите, посмотрим и уедете. Согласна. Давайте не будем врать, а докажем, действительно. Уважаемые документы, покажите, пожалуйста. А вы не врите, вы докажите, покажите и все. Уважаемые, я с водителем разговариваю, не с вами. Я, он является моим представителем, административные дела, представителем. Вы же не говорите, что он ваш представитель. Я согласен. Вы согласны меня защищать? Да, конечно. Он согласен, поэтому он является моим защитником. Не адвокатом, я подчеркиваю, он не является адвокатом. Документы ваши предоставьте, пожалуйста. Да, конечно, я обязан предоставлять. Пункт 2.1.1 меня обязывает иметь при себе и предоставить водительское удостоверение, транспортное средство. Документы, предоставьте, пожалуйста. И при наступлении страховой случая и страховой поиске. Я вам третий раз говорю, уважаемые. Вы понимаете, в чем дело? Отвлекайте инспекторов от работы, пожалуйста. Не, я вас не отвлекаю, ребята. Документы ваши покажете? Да, конечно. Это моя прямая обязанность. Показывайте водительское свидетельство. Это вы потом будете жалобу писать на инспектора ДПС. Вы сейчас предоставьте водительское и свидетельство, уважаемые. Я вам третий раз говорю. Вы отказываете? Водительское служебное удостоверение. Вы отказываете? Удостоверение служебное будет. Что-нибудь глухое или что? Меня регламент не обязывает на вас, на выразговора. Вот обязывает. Вас еще обязывает быть корректными и вежливыми в отношении нас. Пожалуйста. Выправьте, чуть-чуть от себя и выправьте, пожалуйста, потому что бликует. Бликует пленка. Ну, абсолютно не могу. Нам все, Рустам Мурдинович. До конца, извините, извините. Вот, чисто, дата, все есть. Ну, насчет подлинности, конечно, не могу, но более-менее... Не подлинное удостоверение хотите сказать? Я не могу сказать, я не эксперт, но более-менее похож фотография. Не похож? Более-менее похож. Или не похож? Нет, более-менее похож. Больше похож, чем не похож. Я вам представился, уважаемый. Но это ваше прямая обязанность. Все. Да, конечно. Вы попросили, я вам представился. Да, конечно. А дозор записывает вас? Да, конечно. А вы почему меня не предупредили, что дозор записывает, чтобы я... А вы не увидели камеру такую большую? Скажите, пожалуйста, есть у вас такой регламент, который вас обязывает предупреждать, что дозор записывает? Есть у вас регламенты, такая обязанность или нет? Вы можете документы свои передать? Да, конечно, я же безотечественники... Вы же знаете 05 номера, что это дагестанские, да? Ну, знаете же, наверное. Это имеет значение? Нет, ну, знаете же, это все-таки, чем я говорю, я же за тысячу километров без документов не еду. Логично же, правильно? Само собой логично. Почему вы думаете, что именно из-за 05 региона вас остановили? Ну, понимаете, вот из всего потока, там приблизительно 10 машин, чуть ли не самого туа все, вот мы пачкой вот так ехали. Когда одна потерялась из машины, другая была, вот именно меня вырвали из потока, понимаете? Почему? Вы же говорите, московский регион не остановили. Опять-таки, опять-таки не местные. А москвичи тоже хороши. Опять-таки, опять-таки, не местные. Почему не местные? Ну, московскую машину. Все останавливаете? А? Все не останавливаете, конечно же, вот, все не останавливаете. Вот он, вот, видите, какая большая машина, какая бомба там написана? Вот он сейчас бомбу везет, а вы его не остановили. А вот меня на маленькой машине остановили. Да я обязан это делать Покажите пожалуйста Будьте добры, согласно регламенту ознакомьте пожалуйста меня с моими правонарушениями Скажите пожалуйста Вообще у меня вот какое-то нарушение было Ну просто по-человечески Я вам сказал, в рамках операции Ну правильно, я уже Ну правильно, я согласен Вот с этим регламентом Передайте пожалуйста ваши документы Вы отказываетесь? Я не имею права Вы водителя слышите? Вы почему меня не слушаете? Почему вы меня не слушаете? Вот если проводится операция Я же имею право Вот операция если проводится Она же не проводилась против черной приоры Или лиц там дагестанцы Это альтеровка уже проходила Не, ну имеется Ну я вот утрирую немного вопрос Против одной личности же операция целая Там ваши ведомства не проводят Поэтому Согласно 5.7 Федерального закона полиции номер 3 Я же ведь имею право ознакомливаться делами Материалами Скажите да или нет Водительское и свидетельство Да Вы мне свое покажите пожалуйста Показать покажу конечно На козырке Козырке, козырке Срок только, а то коронавирус Вы почему без перчаток, без маски? Вас это не касается? Почему не касается? Может наряд сюда вызвать Чтобы на вас составили протокол А вы почему без маски? Я в своем транспортном следствии Вообще-то вы нас остановили если что В частном транспорте не обе Я не еду вообще в своем транспорте Проверь документы Так Ну с рук смотрите документы Или перчатки одеваете И ты тоже опять без перчаток У нас антисептики Меня не волнует Я не вижу у вас перчатки Перчатки, септики Я держу очень четко Пробивайте Пробивайте Никаких проблем Вы будете машину эту пробивать? Водительскую тоже да Будете пробивать? Надо? Давай, подожди Не надо это Сфотографировать Водительская дадите мне На руки Ну перчатки оденьте Нормальные Одноразовые перчатки Я так не смогу Не, я обещаю Что она не будет шевелиться Вот все, держу Давай, давай Ну зачем Что вас заманило? Вы что, пальпация нужны для этого? Я же вы держу Ребята Вы за один Сколько их Сколько Не, я понимаю Я ни разу не видел Чтобы вот за эти полуция Которые здесь стою И вы хоть раз В руки брали У любой антисептик Ну я же вот Я же с вами стою Разговариваю Не, ну понятно Вот я же держу Что мне шевелилось Какую сторону вам держать? Ну держу же Вам еще чего надо? Ничего не надо Ну просто единственное Что вы руках не держите А так все нормально Никаких проблем Вот почему Вот так вот Против нас Вот такая агрессия возникает Когда мы требуем Соблюдение наших гражданских Да потому что Мы против вас Точно так же Как и вы к нам Ваша премия обязана Соблюдать наши гражданские права А не борьба с терроризмом Между прочим Правильно же? Ну почему тогда Уважайте же нас У нас должны быть Человеческие отношения Вот между вами Мы же никому не хамим Проверяем Да, вы вот Представитель власти Чтобы мы мою власть уважали Ну давайте По-человеческой относиться Друг к другу Мы же ведь знаем Какая ситуация Вот я сейчас приехал в Сочи Я не хочу заболеть туда Всю семью Потом, чтобы по COVID-19 Чтобы они потом там лежали Мы вакцинировали все Я... Это что-то должно менять? Нет Вы переносчики Это вакцинация не значит Что это вы не можете быть переносчиком Вы переносчиком можете быть Но то, что вы сами не заболеете Это уже великолепно У тебя Ну, в принципе, это у вас лупа Правильно? Скажите, пожалуйста Вы проходили курсы по определению Наподренности Любых юридических документов? А, что надо? Ну, если вы... Я не эксперт, зачем? Ну, если не эксперт, Тогда зачем эксперты изображать? Если не эксперт, Зачем эксперты изображать? А я что, эксперты изображают? Не, ну, просто я вот за... В 88-м году я за рулем Я еще ни разу не видел, чтобы... Это первый раз в жизни, чтобы инспектор с лупа подходил проверять удостоверение наподлинно Это первый раз в жизни за столько лет Есть признаки подделки, которые мы знаем Ну, понятно, да Я согласен, я согласен С увеличительным стеклом это легче рассмотреть Само собой, я согласен Да, плюшки показал, можно ли? Ну, показал же, вот и... Всего доброго Спасибо Давайте будем дружить, хорошо? А мы и не ругаемся, и не съем Не, я же тоже не ругался, честно скажу, я ругался Но все-таки вы нас обманули с операцией Вы же не доказали, что операция идет Обманули? Эй, обманули дурака на 4 полтора